В Чебоксарах в 2014 году начнут строительство планетария. Парк имени Николаева превратится в большой комплекс, в котором будут и обсерватория, и кафе, и киноконцертный зал. Сегодня об этом рассказал главный архитектор Александр Шевлягин. Три гектара занимает парк имени Николаева. Часть этих площадей займет планетарий. Сейчас готовится проект и проводятся геологические изыскания. Будет сам планетарий, но он где-то занимает процентов 15. Все остальное будет заниматься. Это всевозможные кружковые помещения для школьников, для молодежи. Потом киноконцертный зал, который будет тоже работать на весь город с какими-то там концертными программами, лекциями научными. Потом будет то кафе детское, которое стоит отдельно, оно будет перенесено в планетарий, оно там будет организовано. Ну и плюс администрация сама будет определенное помещение там иметь, парка, который сейчас светится вот в таком очень плачевном здании. И многие помещения, которые будут работать на город. По словам главного архитектора, вся территория парка станет единым комплексом. Всевременные сооружения будут снесены. Запланировано строительство парковки. Зоопарк тоже получит новое помещение. Парк после реконструкции будет неразрывно связан с космосом. В стае планетарий будет еще и обсерватория, то есть детская обсерватория, где дети могут заниматься смотреть телескоп на звездное небо. Помимо того, что они будут наблюдать на медиаконструкциях, которые будут в куполе, то есть все звездные созвездия, другие объекты космоса, они будут наблюдать как, скажем так, в 3D-модели, так и вживую при помощи телескопа. На строительство планируют потратить порядка 800 миллионов рублей из разных источников. Проект еще зимой был согласован с Валентиной Терешковой. Александр Шевлягин предполагает, что первая в мире женщина-космонавт примет участие в создании комплекса. После того, как будет готов проект, в городе организуют общественное обсуждение. Только затем начнут строительство планетария. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.